Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение. Борис Сергеевич, Елена Викторовна, коллеги. Меня зовут Анна Николаевна. Я являюсь руководителем информационно-сервисной службы и заведующей отделом телемедицины. Не слышно меня? Хорошо. Значит, о чем хотелось бы сказать. Направление работы, хронология событий, телемедицина в нашей стране в режиме врач-врач работы учреждения с учреждением появилась в конце 2018 года, 2018 года. С октября месяца 2018 года мы работаем в телемедицинской системе. В 2018 году было где-то в среднем 5-6 телемедицинских консультаций в месяц. Основной поток, естественно, учреждений, которые подключились к этому, появился в 2019 году. В конце 2019 года, прямо перед самым Новым годом, Минздрав России вывел 8 референс-центров патоморфологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических и лучевых методов исследований. И мы, в свою очередь, в июле 2020 года, наконец-то выпустили так называемый продукт «Личный кабинет», который полностью соответствует всевозможным законам Российской Федерации. Осуществляется в нем взаимосвязь, которая полностью идентифицирует и адентифицирует пациента. Начнем с телемедицины. В 2019 году было проведено 1576 консультаций. 50% консультаций осуществляется с помощью так называемых телемедицинских консилиумов. Участвует не один специалист, а несколько специалистов. Обычно это специалисты лучевой диагностики, врачи-диагности и клиницисты. Достаточно часто клиницисты-хирурги подключают специалистов по химиотерапии, чтобы дать полноценную консультацию, назначить некое лечение, изменить схему лечения пациента или рекомендовать еще нелеченному пациенту, что же необходимо сделать. Мы проводим видеоконференц-связь с регионом. К сожалению, не так много регионов и не так много консультаций таких происходит. Обычно врачи спрашивают, какой же правильный режим химиотерапии назначить, потому что сложные случаи, пациенты тяжелые, и прислать пациента в медицинкологию Петрова не получается по разным причинам. То санавиация не летает, то пациент находится в тяжелом состоянии, то просто необходимо врачам учиться, и, конечно же, наши специалисты готовы вести пациента с помощью телемедицинских консультаций, готовы разговаривать с пациентами по ту сторону экрана, так скажем, вместе с врачами. Более 170 человек в 2019 году получило приглашение на госпитализацию, но приехало, к сожалению, и госпитализировано всего было 93. Что же случилось, когда появился у нас в стране ковид? Значит, за 9 месяцев 2020 года мы провели уже более 2000 консультаций, то есть это на 500 консультаций больше, чем в прошлом году за весь год. Уже госпитализировано 178 пациентов, изменена схема лечения пациентам. Если в прошлом году схема лечения была изменена не более чем 100 пациентам, то есть в этом году уже более 300. В прошлом году мы получали запросы из 63 регионов Российской Федерации, в этом году мы получаем запросы уже из 80 регионов Российской Федерации. То есть вся наша страна активно пользуется, активно подключается, хотя на самом деле ВЦМК-защита, через которую осуществляются эти консультации, она подключила давно все регионы, подключила давно все учреждения от первого до четвертого уровня, но, к сожалению, не во всех учреждениях имеются специалисты по телемедицине, которые помогали бы врачам загружать запросы в наши учреждения или в сторонние учреждения. И поэтому активность в удаленных регионах небольшая. Что хочется сказать по поводу количества запросов. Если мы видим на слайде, что их было более 2000, то, допустим, рекордсменом является в нашем случае это Вологодская область. 250 запросов они прислали за 9 месяцев. Достаточно активно с нами работает Астраханская область и Краснодарский край. 101 запросы, 172 запросы соответственно. Есть отдаленные республики, отдаленные города, ради которых нам приходится приезжать на работу раньше нашего времени, потому что страна у нас большая, 12 часовых поясов. И в Магадане время, естественно, абсолютно другое. Но мы готовы оказывать и такие ранние телемедицинские консультации, только лишь бы пациенту и врачу в регионе было комфортно. Значит, как это все оплачивается? И очень частый вопрос у врачей, кто же за это будет платить. На сегодняшний день есть некая субсидия Минздрава Российской Федерации. 680 консультаций был поставлен план. Естественно, за первые 4 месяца 2020 года мы его уже перевыполнили и попросили нам расширить данный план. Нам выделили средства еще на 680 консультаций. К тому моменту, когда нам их выделили, мы уже тоже перевыполнили этот план. Но все равно мы отвечаем. Срок ответа у нас не более 5 рабочих дней. По некоторым направлениям, например, если необходимо при меланоме биопсии сигнальных лимфоузлов, мы отвечаем за 1-2 дня. Замир Ахмедовна Раджабова и Григорий Владимирович Зиновьев высылают уже приглашение сразу же на госпитализацию. Потому что не во всех регионах имеется возможность выполнять данную манипуляцию как биопсии сигнального лимфоузла. И мы это делаем, и пациентов приглашаем сразу же на госпитализацию. В районе 6% запросов организационного характера, к сожалению, регионы не очень интересуются, чем занимаются национальные центры, и к нам присылают запросы, например, на пересадку печени. К нам могут присылать запрос по острохирургической патологии множества свящей в организме у пациента после онкологического, во время онкологического лечения. Но, к сожалению, на вопросы хирургического характера экстренные мы тоже не можем отвечать. Наш центр не занимается операциями на головном и спинном мозге. Мы таких пациентов можем только консультировать как специалисты по химиотерапии и радиотерапевты. У нас, к сожалению, нет кардиохирургического отделения, тоже бывают, присылают запросы. У меня всегда большая просьба к коллегам, прежде чем послать запросы, обязательно посмотрите, чем занимается то или иное учреждение. Потому что телемедицинская система позволяет запрос отправить не только в наше учреждение, не только в одно учреждение, а сразу же в несколько учреждений. Получается, что по вопросу, допустим, какой-нибудь кардиологической патологии вы присылаете запросы в Намица Алмазова и в Намица Петрова, в Намица Блохина. Естественно, наши специалисты не смогут дать никакого конкретного ответа и будут также перенаправлять вас в Намица Алмазова. Референс-центр начал у нас работать активно в мае месяца 2020 года, после того, как Евгений Наумович именитов, руководитель референс-центра, член-корреспондент РАН, сделал некое такое турне в условиях ковида по регионам. Он ездил, объяснял, как это всё у нас работает, что мы можем выполнять. И к маю месяца была организована доставка биологического материала силами НМИЦ. То есть вы на приёме можете рассказать пациентам, что для назначения лечения необходимо провести, допустим, молекулярно-генетическое исследование какое-то особенное, либо иммуногистохимическое исследование какое-то особенное, потому что иногда, допустим, на лимфопроферативных заболеваниях для определения заболеваний не хватает реагентов в регионе. И мы можем провести это всё за счёт средств ОМС, потому что это выполняется по направлению 057У за счёт средств ОМС. Мы работаем со всеми регионами. На сегодняшний день мы работаем с 58 учреждениями по всей нашей стране. К нам присылают и из еврейского автономного округа, к нам присылают из Архангельской области, к нам присылают с Краснодарского края, к нам присылают с Крыма. Объёмы на самом деле колоссальные. На следующем слайде вы сейчас это увидите. Если в мае месяце мы провели 111 молекулярно-генетических исследований, то уже за неполную рабочую неделю мы провели в октябре 160 молекулярно-генетических исследований. За 5 месяцев работы было получено более 450 посылок. И средств на курьерскую службу нашим институтам, наших внебюджетных средств было потрачено более чем 350 тысяч рублей. Естественно, мы не оставляем материалы себе. После проведения исследований вы получаете результат на электронную почту. Некоторые учреждения, допустим, Ярославский онкологический диспансер, они очень ответственно подходят к исполнению всех указаний Минздрава Российской Федерации и просят присылать результаты только посредством телемедицинских каналов защищённых. На самом деле это очень удобно, потому что курьер забирает на месте только материал и оригинал направления по форме 057У. Всё остальное, данные, чтобы выставить счёт в ОМС, нам необходимы номер паспорта, полностью полис, кем и когда выдан, номер полиса, номер снился, прописка нам обязательно необходима, чтобы выставить в Тирфон счёт. Они присылают посредством защищённых каналов, согласие пациента, что пациент согласен передать, они тоже по-честному нам присылают посредством телемедицины, но на самом деле согласие пациента, оно необходимо организации, нам оно не нужно, потому что вы отправляете материал, мы его никаким образом не запрашиваем, и согласие пациента должно быть вклеено в вашу амбулаторную или стационарную карту в зависимости от того, где находится сейчас пациент. Вот так вот выглядят посылочки наши. Мы работали с Мейджером Экспресс. К сожалению, Мейджер Экспресс не очень хорошо работает в Крыму, потому что это недавняя наша, так сказать, присоединённая часть России, и мы перешли на DHL, то есть посылки будут доставляться ещё более быстро. Конечно, это будет дороже, но зато мы будем в этом уверены. Мы оформляем документы, видно на второй фотографии, как это всё. Не знаю, как тут нажать. Вот это, наверное, да? Мы оформляем документы, вот они приходят, там материал приложен. И, соответственно, после исполнения исследований мы высылаем результаты, потом мы подкапливаем, иногда нам присылают посылки с одним материалом, поэтому мы, конечно же, с регионов подкапливаем материал, храним его, и потом раз в месяц отправляем в регион обратно. Материал у нас не остаётся никакой, поэтому никаких проблем, никаких сложностей пациенты не должны испытывать, что у них забрали самую важную часть их организма. Они очень за это всегда переживают, поэтому мы идём навстречу, и, естественно, отправляем всё обратно. Поэтому такая огромная сумма уходит на курьера, потому что не только мы их забираем, но и отправляем самостоятельно. У нас достаточно хорошо сделан сайт, было приложено огромное усилие для того, чтобы он был удобен и пациентам, и специалистам. Так как речь идёт на сегодняшний день, сейчас о личном кабинете, я выделила графу пациента. На самом деле в разделе специалистов, специалистам полностью написано, как мы занимаемся, как мы производим телемедицинские консультации, как происходит общение по референс-центру. Всё полностью написано. Написаны телефоны, написаны электронные почты. Можно всегда почитать, посмотреть и попробовать отправить посылочку к нам для проведения молекулярно-генетического или моногистохимического исследования. Также можно заказать пациенту, если что-то непонятно, обратный звонок с сайта. Операторы работают с 9 до 9 каждый день без выходных. Номер телефона тоже указан, поэтому, пожалуйста, можете своим пациентам рассказывать. Они, наверное, с радостью будут узнавать, читать что-то новое для себя. Личный кабинет находится тоже на главной странице сайта. Естественно, все меры законные, как я уже сказала, соблюдены. Хочется остановиться отдельно на 323-м федеральном законе, на статье 36.2 этого федерального закона. Консультация пациента или его законного представителя, медицинским работникам, осуществляется в целях принятия решения, первичная консультация, имеется в виду, принятия решения необходимости проведения очного приема или осмотра. Если пациент у нас ни разу не был, мы можем ему провести удаленную телемедицинскую консультацию посредством телемедицины врач-врач и посредством телемедицины врач-пациент, но при телемедицине врач-врач, так как это общение между учреждениями, мы можем пациенту изменить диагноз на основании присланных гистосканов, на основании присланных архивов в дайком формате снимков КТ, МРТ, ПЭТ-КТ. Мы можем дать рекомендации по лечению первичному пациенту, то в рамках общения врач-пациент мы не можем рекомендовать какое-либо лечение, мы не можем изменить, поменять или поставить диагноз. Мы занимаемся лишь интерпретацией документов, на основании которых мы принимаем решение о оказании очной консультации, либо о том, что очная консультация в данном случае пациенту необходима. Как я уже говорила, личный кабинет интегрирован с сайтом Госуслуг. Для граждан Российской Федерации войти можно только через Госуслуги. Если пациент не зарегистрирован на портале, то, к сожалению, за пациента сделать это никто не может. Телемедицинская консультация в формате врач-пациента будет оказана только пациенту, который зарегистрирован на портале Госуслуг. На сегодняшний день консультируют 25 врачей, онкологов, специалистов по химиотерапии, радиотерапевтов, в том числе кандидаты наук. Первичным пациентам мы не ставим диагноз через эту систему. Срок ответа 5 рабочих дней после оплаты. И, конечно же, данная опция оплачивается не из средств федерального бюджета, она оплачивается не из средств ОМС. К сожалению, пока не установлены тарифы, сколько это будет стоить, и на сегодняшний день это платная консультация. И первичная, и вторичная будет стоить 5000 рублей. Также можно интерпретировать удаленно снимки КТ и МРТ. ПЭТ-КТ удаленно не пересматриваем, потому что нашим специалистам необходим пациент. Здесь очень часто задаются какие-то вопросы дополнительные. Ну вот, в общем-то, все, что я хотела сказать. Работаем мы очень усиленно. Мы очень стараемся, чтобы наш референс-центр, наш НМИЦ помогал врачам, помогал пациентам в лечении, в спасении, в установке диагноза, чтобы вам было комфортно и удобно с нами общаться. Спасибо большое.